Канаты, веревочная лестница, горки, качели. Новые игровые формы сегодня первыми оценят юные жители Южного микрорайона. Я только что приехал. Я успел покачаться вот на этой качели. И как тебе качеля? Нормальная. Дерево есть дерево и красиво, и эстетично, и приятно будет детишкам нашим присутствовать. Здесь вы видите, что и скамеечки есть, и вот такие вот бревно. И я думаю, что мы в дальнейшем понемножку, что захотят детишки, что поймут. Здесь можно песочницу, мы задумали большую такую, закрывающуюся. Возможно, круг какой-то, возможно, пару простейших тренажеров. Детскую площадку решили установить, чтобы взрослые могли заниматься спортом вместе с детьми, а не оставлять их дома. Папы оценили новинку. У меня не такие взрослые дети, чтобы заниматься на площадке ГТО, как бы 7-5 лет. Но когда мы приходим с семьей, допустим, я занимаюсь на стритбольной площадке, детям, конечно, интереснее будет, чем на турниках, покачаться на качельках, попрыгать на горках. Площадку на спортивном комплексе «Заря» поставили в короткие сроки. Это стало возможным за счет поддержки городского центра развития физкультуры и спорта, а также спонсорской помощи. Максимально поставлена задача участвовать вот в этих программах и максимально привлекать все возможные средства из всех источников на нашу территорию. Поэтому мы будем и дальше стараться. Я думаю, что у нас еще впереди много территорий, где будет проведено благоустройство. И к тому же уже в прошлом и в этом году население просит не просто заасфальтировать какой-то проезд или поставить лавочки, а именно сделать и детские игровые зоны. И вот уже в двух дворах появились и спортивные площадки с универсальным покрытием. Благоустройству города сегодня уделено много внимания. Главная задача – сделать эскетим комфортным для проживания, отдыха и занятий спортом.